Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал Ваша Дача. И сегодня я хочу показать вам свою бахчу. Ну, немножко и тыквы задену, потому что они растут тут у меня все вперемешку. В этом году я делала эксперименты с выращиванием арбузов и дынь. То есть я их выращивала тремя способами. Один способ я посадила семечки прямо в грунт. Второй это я посадила рассаду за три недели до высадки. И закаляла, фактически выращивала ее в реальных условиях, чтобы закаленную высадить. Но высаживала ее уже, получается, по теплу и по жаре. И третье это я прививала на лагинарию и на тыкву. Одни и те же сорта. Но дыни не прививались, дыни только рассады. И вот сейчас я вам покажу, начну с самого как бы неудачного того эксперимента, который у меня прошел в этом году. Самым неудачным получилось пока на данное время, это вот вторая половина июля, это арбузики, которые были высажены маленькой рассадой. То есть рассадой хорошего возраста. На них было два листика, третий листик только рос. Вот они только начинают цвести и вязаться. Почему так? Потому что рассаду пришлось высаживать в жару. Жара не дала им нормально приняться, нормально расти. И вот они, получается, задержались. Арбузы любят тепло, но не должны к этому теплу привыкнуть. Вот если тыква, тоже в это же время посаженная, та же рассада, тыква, она листиками быстро все укрыла. Не смотрите, что мы оставляем траву. Дело в том, что без травы у нас не будет возможности потом спасти сами плоды. Вот они, арбузики, вот они только начинают вязаться. Вязаться, а вот эта густота, она нужна для того, чтобы наши плоды могли вызвать. Ну, с дынькой дела обстоят немножко лучше. Вот дынька, она дала первые плодики, дынька, ананас. Ну, не могу сказать, что прямо так шикарно. Теперь арбузики, которые привитые были. Арбузики, которые привитые, ну, я вам показывала, когда я высаживала рассаду, рассада была переросшая в связи с погодой, в связи с тем, что прививку пришлось делать позже. Ну, я считаю, что они растут недостаточно хорошо. Я вот тут между кустами садила даже сельдерей, чтобы он прикрывал. Но арбузы завязались. Вот арбуз Кримсон Свит. Вот он уже такой большой. Сейчас я вам покажу несколько экземпляров. То есть на каждом кусте у меня Кримсон Свит и сахарный малыш был. Вот тут сахарный малыш растет. Все это должно прятаться за веточками. Не смотрите, что густо. Должно быть так густо. Поначалу, когда они росли, каждый кустик был отдельно. Ему была возможность получить солнышко и завязаться. Это сплошная масса арбузов, которые именно привитых. Вот тут вот с краю еще один Кримсон Свит. Довольно уже большой арбузик. Обычно у нас арбузики не растут на нашей земле. Больше они как теннисные мячики растут. Так более-менее. Ну вот и сразу тыква, она недалеко ушла от арбузов. Вот смотрите, тыква арабацкая. Это тыква, на которую я прививала, она была переросшая. Но я высадила рассаду по большим холодам, но укрывая ее. Поэтому большая разница между тем, когда мы высаживаем по холоду и по жаре. Большая разница. Арбузы высаживали по жаре. То есть арбуз, так же, как и тыква, не боится прохлады. Если его укутать, сделать мини-парничок. Вот арбузики, видите, многие вяжутся. Продолжу свою мысль. Арбуз, так же, как и тыква, если ему сделать мини-парничок, он выдерживает холода гораздо больше, чем аргурцы. То есть самый теплолюбивый, который не любит холода и растет хорошо только по теплу, это огурец. Ну и теперь вот я вам хочу показать арбузик. Это Джек Римсон Свит, в который я посадила семечку в грунту. Ну, если честно, на данный момент они фактически одного размера получаются, эти арбузики. Ну, я посмотрю, дальше буду смотреть. Вот мы посадили по холоду, они взошли. И дальше были холода и даже морозы. Мы накрывали стеклышком луночки, прикрывали их сверху сеном на ночь. А потом открывали, и вот, пожалуйста, они догнали. Они долго стояли, очень сильно отставали. А потом догнали, и мне кажется, что они растут наравне. Вот еще, это не то, что единственное. Просто сейчас быстро выискиваю. Вот тоже такой побольше. Остальные еще вяжутся просто. Они вяжутся. Ну, удивила меня дынька бухарская, которую я посадила тоже по холоду. Тут было у меня две семечки. Они долго стояли, не росли. А потом резко двинулись в рост. И вот дыньек навязано очень много. Вот тут вот лежат сплошные дыньки, если листики это двинуть. Я вот листья плохие даже не отрываю, потому что дыньки не попеклись. Дыньки растут довольно большие. Ну, вот так. Вывод какой? Выращивать рассаду можно. Но нужно ее высаживать все-таки по прохладе, по прохладе. Лучше, может быть, даже где-то укутать, припрятать. И тогда, когда первое тепло, чтобы попала именно зависть. Ну, вот они, мои арбузики тут лежат. Чтобы именно первая зависть, именно цветочек попал на солнышко для завязи. Но уже кустик был довольно сильный. То есть в жаре нашим кустикам даже таких теплолюбивых растений, как арбуз, на начальной стадии им не нужна эта жара. Она им мешает. Но они не очень боятся холоду. Потому что, как в этом году была весна, таких холодов вообще давно не было. Они все прекрасно выжили и чувствуют себя лучше тех, которые высадили позже. Вот такие мои первые выводы. Оставайтесь с нашим каналом. Будем мы дальше знакомиться всеми нашими наблюдениями. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok